Привет, Сергей. Рад тебя видеть в городе Сочи. Ты чувствуешь себя суперзвездой в Омске? Потому что последний раз так в Омске встречали Эвес и Пресли. Слушай, если честно, Омск такой хоккейный город, что я думаю там любой игрок себя чувствует суперзвездой. Я думаю там даже ребята из ВХЛ их тоже узнают, но я знаю это просто и поэтому это на самом деле очень приятно и даже мотивирует и стимулирует отдаваться больше хоккей и потому что именно для этих болельщиков, для этого города хочется победить. Первая тренировка в Омске, было очень много народа. Я видел такое в НХЛ, бывает обычная тренировка, приходят специально приглашаясь, с детьми приходят. В России это не особо принято, но тебя впечатлило сколько там собралось людей? Конечно, ну вот то, что я и говорю, то что это вот еще раз показывает, подчеркивает то, что Омск реально хоккейный город. То есть там на улицах узнают, после тренировок нас игроков поджидают, болельщики просят сфотографироваться. Поэтому это реально приятно и еще раз говорю, что да, это как-то даже тебя мотивирует еще больше тренироваться. Сколько тебе в итоге обошелся переезд в Омск? Сколько? Да, в итоге нисколько. Я переехал и в итоге просто родители решили сделать вот тот трип, про который я говорил по России. Они просто на своей машине взяли мои вещи и так за 7 дней приехали в Омск, останавливались в разных городах. А ты на самолете полетел, да? Я на самолете, потому что я подумал, что все-таки перед тестами не стоит так делать. Перед тестами, перед тренировками, ну все равно велосипед, плюс понятное дело, что сразу у нас, мы знаем, что сразу будут по две тренировки, по три даже тренировки в день. Поэтому я решил, что 7 дней вот так в машине привезти нужно, потому что это не очень будет. Если ты толстый вернешься из отпуска, какой штраф, сколько денег возьмут? Ну, тебе это не грозит? Мне это вообще не грозит, но я не помню, есть ли у нас вообще такой штраф или нет. Но штрафа нет, я думаю, но будешь просто крутить велосипедом. Есть пара ребят таких. Сколько стоит снять квартиру в Омске? Я за 50 тысяч снимаю. Да ладно? Ну, это что, да ладно? Это много или дешево? Ну, там везде, в принципе, такие цены. Но у меня и квартира небольшая. У меня метров 50-60 там. 50 тысяч, да, я снимаю. Ну, кто-то может подороже снимать, кто-то может подешевле. В принципе, хороший город. Не, ну, это понятно. Кот остался с тобой или с родителями? Да нет, кот родительский. Просто родители тогда улетали куда-то и уезжали, я уже не помню, они не оставили его на недельку. Я вот с ним неделю пожил, все, хватит. Какой район там самый лучший? То есть ты район выбирал в Омске или тебе лишь бы с ареной рядом? Я выбирал поближе к Арене, потому что я еще не знал, перевозить машину или нет. Ну и просто, чтобы, не знаю, подольше было времени поспать, поменьше времени на дорогу, хотя там все близко, в принципе. Ну, у меня, в принципе, неплохой район, но и там... Как называется? Да я не знаю, как называется район. А как же он не называется? Я просто знаю, что он... Теперь толчист. Я просто знаю, что он где-то две улицы, там, 10 минут буквально от арены, пешком. Ну, кто-то ребят, там кто-то живет в центре, там тоже, в принципе, хороший район. А недвижимость в Москве ты купил себе, ты думаешь основательно, вот там купить, потому что явно у тебя там не маленькая однушка? Что ты хочешь? В Москве? Да. Ну, я какую-то квартиру купил. На Ходынке? Не, они на Ходынке. Ну, я пока, думаю, в этом году буду. Сейчас я не подойду к этому вопросу. Возможно, что-нибудь приобрету. Не то, что прямо адрес, чтобы фанаты там бегали, но интересно, как ты размышляешь? То есть, какой район Москва? Потому что кто-то за город хочет, кто-то в центре. Честно, пока не знаю, потому что, в принципе, районов очень много. Та же Ходынка. И вот я на Мосфильме, на Мосфильме жил. На Мосфильме? Да. Два года, когда я играл в ССХ, там мне, в принципе, тоже нравится. Поэтому районов много, хорош в Москве. И не секрет, понятно, что там очень много всего строится, много красивых там жилых комплексов. Поэтому есть из чего выбрать. Есть из чего выбрать, здорово. Вы выиграли турнир 3 на 3 в Матище, получили 3 миллиона рублей. Как происходила дележка? Там, в принципе, ничего сложного не было. Просто калькулятор взяли, поделили на 8 человек и все. То есть, просто разобрали деньги или решили так вместе проесть или что-нибудь такое? Нет, вообще, мы даже не делили. Это нам за нас-то все сделали. Нам просто пришло все на карту. Сразу, ровная часть. Мог ли ты тогда подумать, что Никишин будет уже в СКА? Нет, все, я бы это подумал. Ну, так вот, прикольно. Это очень неожиданно произошло все? Нет, не подумал. Но, в принципе, я его поздравляю. Новый для него какой-то старт в карьере. Желаю ему удачи, успехов. Почему тебя так прикалываются насчет рыбной лоли с тобой? Что там? У тебя и бурдас в тебе в Инстаграме пишут, и там они говорят, что ты на рыбалку уехал. Что за мем такой? Да нет, никакой мем. Просто ребята, я думаю, по Инстаграму знают, что я езжу на рыбалку, но и все понимают, что я вообще рыбак из меня нулевой. Потому что я даже рассказывал там в интервью и до этого, в том году то, что в том году у нас удочек сломалось, в этом году вообще мы ее там туда оставили, потеряли. Поэтому ни рыбы мы не поймали. Но это весело. А куда ты ездишь обычно? Потому что есть, знаешь, какие места под Москвой, например, там типа Золотой Сазан. Приезжаешь, где-то все готово. Малкин там недавно их поймал. Да, мы тоже так думали поехать на платную рыбалку. В этом тоже есть какой-то свой прикол. Мы ездим на Истру, где-то час от Москвы. Там тоже свой кайф, что ты просто должен в каких-то диких условиях приехать, разместить, разбить лагерь, приготовить еду, поймать рыбу, которую мы ни разу не поймали. Поэтому и там, и там есть кайф. Рыбнадзор бывает, что приходят там или лесники, или бандиты местные? По-моему, была какая-то история. Первое, когда мы ездили на рыбалку, мы ездили куда-то за Воскресенск, что ли. И там в 6 утра, по-моему, пришел какой-то то ли полицейский. Да, да. Но я спал тогда, я вообще не видел. И все, и ушел. Сказал, аккуратнее, не мусорить, мусор за собой берите. А улов тут есть большой? Потому что здесь, например, можно на рыбалку сходить, здесь есть в Сочи. Лодка? Ну, на рыбалку в Сочи, все говорят, три часа мы тебя увезем, там будешь ловить. То есть я говорю, какой у тебя улов? Вообще на Мальдивах улов? Мне очень нравится именно то, что ты на природе, не знаю, с друзьями, разбил лагерь, отдыхаешь без телефона, без всего. Взял там, приготовил еду, покушал, поиграл в какие-нибудь игры и все такое. Первая твоя реакция была, когда ты узнал, что Голдобин купил себе Мерседес Макларен. Так он его не купил. Нет? А это я просто видел в Телеграме. Это где такое было? В Телеграме. Купил Мерседес Макларен. Ну так, или это прикол. Я не знаю, я по крайней мере не знаю такой, такой новости. В Телеграме просто написали, я так думал, ничего себе, вот так ездить по магнитке на Макларене. Машину для переезда специально купил. Ну может быть, но любит? Потом продаст. Ты сам любишь красивые машины или тебе все равно лишь бы практично было? Я люблю, наверное, в принципе. Сейчас мне моя машина нравится. Я не просто так купил тоже. У меня Porsche GTS. Меня устраивает, в принципе, нормально ездить. По Москве гоняешь, да? Да, а где еще мне гонять? А почему Porsche, как выбирать? То есть просто ты там автожурнала смотрел, еще что-то или? Да, журнал за рулем. Я вот выбирал между Акой и Поршем. Опять же, когда ты играл в команде в юниорске, когда там были и Дубас и Киев, можно ли было представить, что ты два раза станешь чемпионом, а они так и не станут? Потому что там Торонто никак не может доехать. В общем, где я два раза? Ты два вырубку Гагарина, они никак в Торонто не доведут. Ты наверняка внимательно. Гагарант не проведет. Да. Не, я слежу, конечно, смотрю. Что им не хватает? Что им не хватает? Не им конкретно, а Торонто. Да я не знаю, что им хватает. Но бывает такое невезение, они же давно уже первый раунд пройти не могут. Вот они в том году с Кианис Тампой играли. Да, до этого они Монреале 3-1 вели и там чуть-чуть не хватило. Какие грубейшие ошибки были. В этом году Тампой тоже седьмая игра бывает. Но я знаю, что Киев очень сильный тренер и Дубас тоже очень отличный менеджер. Я думаю, у них все получится. Ты плотно следишь за НХЛ вообще? Да, ну не сказать, что плотно. Просто утром стою, хриваются какие-то симметривы интересных команд. Можешь себе представить, не то, что у тебя, понятно, контракт с авангардом, но вопрос теоретически. Представить себя в НХЛ, потому что кажется, что с игроками, которые техничные, но не совсем габаритные, будет то же самое, как Емелин сейчас сделал с Мечковым. Видел? Да, ну там же много сейчас, по-моему, в сторону маленьких как-то так более лига перемещается. Там много же маленьких, негабаритных игроков. То есть уже тренд туда сдвинулся, да? С ним особо ничего не происходит с ним. То есть уже... Ну и плюс Емелин тоже, так как хитовая хитует Емелин, там тоже не все так умеет. Он и там так крушил. Но ты видел это сейчас момент, как Мечкова поймал? Да, я видел, да. Хорошо поймал. Ну да, да. То есть, потому что... То есть, НХЛ уже не такая лига, ты считаешь? Ты что, она еще не такая, слабая? Нет, она про то, что Емелин считалась, что такая очень жесткая. Ну это когда так считалась, я не знаю. Уже отход. Товгаев там больше нет вроде таких, что прям... Ну я не продрать, а про хиты. Хиты. Да нет, ну так же хитуют, просто больше как-то правил стало в отношении хитов. И так же, как у нас здесь, это понятно, зачем это делается, чтобы поменьше, конечно, травм было, сотрясений. Ну я не знаю, вряд ли он там на задорах посмотреть того же. Ну не в каждой игре, конечно, но все равно какие он силовые приемы делает. Для него просто не хотелось попасть. А еще один вопрос про НХЛ. Ты смотрел финал, какие тренды тебе там понравились? Что ты думаешь про Тампо, что ты думаешь про Колорадо? В плане, во-первых, Тампо, их время уходит или нет? Или они будут в порядке? И Колорадо это новая волна какая-то в НХЛ? Они наконец-то выстрадали эту тему свою? Финал же это... Каждый финал, это книгу можно писать. Нет, в плей-офф в НХЛ тема интересна, что там всегда очень непредсказуемо. И то есть там восьмая команда может дойти до финала. Все это я не про конкретный, конечно. Плей-офф говорю, но просто там можешь произойти что угодно. И насчет Тампо, да не знаю. Сколько такого не было, что три года в этом играли в финале. И то есть это... Не знаю, что сказать, если честно, прошло их время или нет. В принципе, у них лидеры, все свои тренеры тоже самое. Я думаю, так же будут они одной из сильных команд, Колорадо. Они в том году тоже, в принципе, отдавали им... Много экспертов отдавали им предпочтение. И просто, ну да, плей-офф у них не получилось в этом году. В этом году получилось. Напомню, если не ошибаюсь, ты же Белого Медведя, да, из школы? До 10 лет. А, ты пересекался там с Кучером, видела его там как-то? Ну я с Кучером же играл в Красной Армии. Мы играли и Гусеву, тогда был Кучер. Мой первый год в Красной Армии. Ну а Белых Медведях не было, да? В Белых Медведях я не пересекался с ним, но я просто знал про них, да. Да, Гусевы и с Гусем я, по-моему, вообще в одной школе учился с Кучеров. Ну как, ну я просто знал, что они... Местные звезды, да? Да, Жиганов тоже то же самое. Ну да, да. Потому что ты мог там представить, что он будет там лучший игрок MVP? Когда ты понял, что он суперталант? Ну вот именно в 8 лет я так и понял, что вот это будущее звезда, что он наберет 130 очков. Уже было видно, да? Ага, серьезно. Да нет, конечно. Ну как ты это представишь? То есть, ну понятное дело, он всегда был там сильный. Говорили Гусев, Кучеров, всегда про это дуэт так говорили. И в Красной Армии тоже, когда я с ним играл, тоже они естественно выделялись. Их было видно. И технично, конечно, представь, что человек станет там лучшим в мире. Понятно было, что он станет сильным игроком. Потому что, знаешь, у хоккеистов бывает такой момент, когда говорят, сделал сам себя. У тебя такой момент был, когда тебя из ЦСКА взяли, ты провел сезон в Амагарде, стал MVP. И он тоже сделал себя. Не, ну у Кучеров, конечно, это то, что он сделал. Его там во втором раунде выиграли особо. Тоже там и ВХЛ провел сезончик, но он отличного провел. Да нет, ну что я говорю, кучер, просто мастерюга, зверь. Он ворчал тогда в Красную Армию ходил или был такой веселый? Да нет, ну и ворчал, и веселый был. Да? Закругляем уже интервью. Опиши свой идеальный день в Париже. Как ты проведешь его? Ты приведешь его в Париж. У меня там, вот я там 9 дней был, а все, в принципе, дни были по-своему хорошие. Как я его проведу, ну... А вот ты просыпаешься, это отель напротив Фейфрию башни или не обязательно? Да нет, мы с ребятами взяли обычный, там, обычный номер с четырьмя кроватями. Такой даже спартанский какой-то вариант был, как в каком-то лагере, но... Две двухэтажные? Да нет, не настолько, просто четыре кровати, номер отдельный, обычный номер, ничего такого. Ну, взяли где-то, да, в центре, и... Что мы делали? Просыпались, пошли куда-нибудь позавтракали, классический парижский или французский завтрак. Куросан, омлет, капучино. Дальше погуляли, поехали на теннис, вечером в какой-нибудь так же ресторан покушать, погулять. Ты каждый год ездишь на Мальдивы? На Мальдивы? Я там два раза всего буду. А, два года, да, просто? И это ты прошлый. Последние два вопроса. Интересно, да, то, что... Сейчас я узнал, что ты играешь в линзах, да? То есть, это, как ты говорил, в ютубской передаче, но это насколько осложняет игру? Это никак не осложняет, я уже лет, получается... Я играю 17 лет, сейчас мне 27 лет, 10 лет я уже играю, получается. Уже пора операцию сделать, потому что не экономно. Ага. Сколько линз на сезон тебе надо? Не экономная затрата, ну, сколько дней в году, столько линз мне надо. А, вот так. Получается, 3,65 дней, 3,65 умножаем на 2. Сможешь посчитать? Быстро. Они, получается, вылетают во время матча, бывает, да? Так, это новые вылетели? Ну, это вот у меня было раза два-три за жизнь, чтобы так вылетело. Не часто такое бывает. Ну, я все время у доктора нашего Димы всегда есть запасная пара линз для меня. Вот на такие случаи. Да. Что бы не получилось как-то тогда с Екатеринбургом, что когда еще был карантин, что я ждал линзы. Пару линз я ждал где-то две смены, две смены, сыграл с одной линзой. А поставки сейчас, кстати, изменились? Может, ты какая-то модель какая-то? Нет, все вроде нормально. Я тоже думал, что будут какие-то проблемы с поставками. Все нормально с этим. Самое последнее. Что ты ждешь от этого? Ну, понятно, не то, что прям банально, что ждешь от этого сезона, но с чем он для тебя особенно будет? Ну, как я и сказал, что вот то, что переезд этот в Омск и глядя вот на город, на болельщиков, на то, как он живет хоккеем и так, как они соскучились по команде и то, как они хотят увидеть команду, ходить на игры и для них хочется, в этот сезон реально хочется выиграть и провести его на максимум. То есть, последний раз ты был по юниорам, да, когда все на Америке, когда ты так далеко от дома, то есть, сейчас у тебя был ЦСКА Москва, Блашиха Москва, то есть, сейчас ты уезжаешь как будто в Америку, ну, от дома. Как будто в Америку? Да. Да, в Нью-Йорку. Да. Да, ну, не знаю, ничего пока в этих проблем никаких не было, потому что все равно ты в команде с ребятами, город маленький, поэтому, ну, как бы, расстояние, там, до 10 минут доехал куда хочешь, по стримовке, там, также вот с ребятами. Гитары взял себе, да? Сделал гитары обязательно, взял, конечно. Ты взял, да? Ну, родители привезли, поэтому, в принципе, покушать, езди, погулять, езди. Академия вообще шикарная, можешь быть, там, весь день тренироваться, поэтому пока вообще никаких проблем не вижу. Хорошие, хорошие тебе сезоны. Ну, ты, я уточню все-таки про гитары, ты как, что играешь на них, как ты учишься, ты умеешь же хорошо или так просто? Да, ну, смотря для кого, если для того, кто вообще не умеет играть, я, наверное, хорошо играю, а для профессионала я, наверное, не умею играть. Ты разучишь песню прям сидишь? Ну, какие-то песни, которые мне нравятся, я гитару сижу, разучу, какие-то просто очень тяжелые, у меня там не получается их играть. Какая последняя песня ты разучишь? Я вот купил, получается, электрогитару, я сейчас, группа Nirvana, как эта песня называется? Smells Like Teen Spirit? Вот эта, да? Spirit. Да, с английским мне хорошо все. И Come As You Are тоже играю, но там не сложно. Ну, так, вот это все. А Ниссин же пел. Ну, это вообще шедевр. Ты можешь играть на командной вечеринке, да? То, что они тогда пели, нет, ну там вообще шедевр, он-то и поет еще шикарный. Ну, там песни несложные, в принципе. Что надо сделать, чтобы ты выступил перед чем-то, кем-то? Не на корпоративе, но перед командой? Да. Или ты выступаешь? Перед командой? Просто на сцену я, как вот тогда на корпоративе, что ли после кубка? Кубок выиграть? Нет. И тогда я готов хоть всю ночь петь и плясать, танцевать, и играть. Нет, я просто мог что-то укусить, но ты играешь на гитаре перед командой или нет? Или только для себя? Перед командой? Ну, такого пока еще не было. Я там куда-то приходил, так, ребят, садитесь. Сейчас сначала я проиграю на тренировке. Ну, у вас бывает новогодняя вечеринка, там, сейчас такое там… Не, ну, если где-то гитара есть, я… В принципе, а бывает, я могу взять, там, пару песен сыграть. Все. Хорошей тебе вечером. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!